I have ways of blowing things up. Там был Мумбай в недельных соревнованиях и Мюнхен, это была серия практически на час, и в самом-самом конце серии запись глюканула и файл не сохранился, это трындец как обидно, потому что мне самому серия очень сильно понравилась, было очень интересно, было очень классно, но, к сожалению, этот кусок истории для нас утерян. Как бы это печально не звучало, сейчас я вам покажу Мумбайский челлендж, там у нас были бесконечные круги, двойные светофоры, двойные мосты, мы набрали там тысячу человек, и, собственно, Мюнхен, нам нужно было 400 человек, или 300, или 400 человек в Мюнхене набрать, чтобы открылся Цюрих, мы набрали 1100, там тоже был очень интересный классный геймплей, я очень сожалею, ребят, что так получилось, мы сейчас пойдем в Цюрих, запишем его, я вам попытаюсь... Так, это у нас горы, не горы, хорошо, попытаемся сделать серию тоже интересной, но она будет, к сожалению, извините, в этот раз только на один город, мы после Цюриха уже не пойдем никуда, потому что я чувствую это как-то неправильно, я понимаю, что, возможно, вам будет обидно, вы потеряли большой кусок контента, ну вот, ну вот, на этой неделе у нас такой, к сожалению, косяк, вот, печально, 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 это крайне редко случается, такого не было уже, наверное, пару лет, что мы теряли кусок серии, или всю серию целиком, но здесь вот такая вот штука произошла, да. Вкратце, я там, в принципе, давал, изложен эти, развернутое изложение по комментам, которые вы писали, вот, насчет торгового центра, насчет всего вкратце сейчас скажу еще раз, что я думаю, не, не надо, туннель не хочу, вот, насчет книжек по торговым центрам, мне вот что интересно, как вы ищете дешевые книги в торговом центре, то есть, как обычно у меня это происходит? Я обожаю заходить в торговые центры, куда-то в книжный магазин, потому что там офигенный запах, потому что там, ну, приятная атмосфера, можно посмотреть, что новенького пришло, пощупать тактильно, но зачастую, что после этого происходит, я иду и заказываю книжку в онлайне, потому что она там будет прям гораздо дешевле, во-первых, во-вторых, она придет в тех же материалах, с такой же твердой обложкой, всякое такое, в-третьих, зачастую я даже этого не делаю, потому что я за последние лет 10 перешел на электронные читалки и ридеры, вот, по той простой причине, что книги дома скапливаются, и, ну, если ты купил книгу, она тебе нравится, вот, и кому-то ее давать нужно, чтобы вокруг у тебя было столько же читающих людей, которые будут это читать, просто у себя хранить, да, у меня есть дома небольшая библиотека, но это не значит, что я могу там держать абсолютно все книги, так, тоннельчик, рандопаут, давайте, блин, ладно, возьмем один рандопаут, а вот книги ж нельзя просто складировать на полу, чтобы они лежали с топкой, все, нет, им же ж нужны условия, им нужно, то есть, чтобы не варварское отношение к книгам было, вот, поэтому просто так покупать книги, лишь бы они лежали, поэтому зачастую я сейчас беру, если покупаю книги, их покупаю в цифровом каком-то виде, вот, я помню в далекие, в далекие годы были такие книжные барахолки, там книги всегда были в отвратительном состоянии, там можно было найти очень редкие экземпляры, и было в этом, ну, как, знаете, как поход за сокровищами, ты идешь туда, и там всякие вещи, там, 60 какого-то года издания, которые никто никогда не видел, вот, оно там лежит с порванной обложкой, с потрепанной страницей, но ты начинаешь читать, и у тебя ощущение, как будто ты нашел вклад какой-то, не знаю, было прикольно. Сейчас я уже, наверное, таким не балуюсь давненько, но, как факт, да, остается. Вот, в общем, такое. На счет книжек я, конечно, понимаю, почему можно ходить в торговый центр и в книжный магазин, ну, чтобы прям покупать, покупать, там, наверное, с этой стороны нет. Нет. Вот. Такое. Насчет PSP-шки, кстати, тоже интересную тему затронули, спасибо NFS-ку. Вот. Смотрите, их же там было несколько поколений, тысячная, двухтысячная, трехтысячная, да, а потом начались вот эти вот эксперименты, перед тем, как они запустили виду, они же выпустили PSP-GO, а после PSP-GO уже в 13-14 году была такая штука, как PSP-Street, которая матово-черная, что мне нравится прям в разы больше, чем, как оно там называлось, Piano Black, да, для первой, второй, третий, когда они были глянцевыми, глянцевыми, мне не очень сильно нравится, а вот эта вот стрит-версия, она прям charcoal black, то есть она угольно-черная, что офигенно выглядит, вот, и они убрали оттуда Wi-Fi-модуль, на самом деле в 14-м году он там нахрен не нужен был уже к тому времени, так, а мосты и тоннели, мосты и тоннели это разные вещи, здрасте, прикольно, то есть это нужно учитывать, у нас обычно в этом симуляторе железнодорожника там это, или мосты или тоннели, тут это две разные вещи, кстати, это усложняет геймплей неплохо, так вот, вот эта PSP-шка, мало того, что она мне досталась новая, она шла в коробке уже с комплектом с чехлом, и тогда магазин делал распродажу, уже Vita были в продаже, и магазин тогда делал распродажу эти PSP-шки, она шла в подарок с игрой, с UMD-шным диском, вот, что достаточно прикольно, и на данный момент я, наверное, считаю, ну, как бы, многие, с кем я разговаривал, считают вот эту вот стрит-версию какой-то урезанной, дешевой бюджетной PSP-шкой, на самом деле, мне кажется, что это не так, что это прям то, что нужно, потому что зачастую ты же в эту штуку играешь где-то там на улице, и всякое такое, вот, на улице ты же не будешь играть с динамиком, ты будешь играть с наушниками, поэтому там монодинамик, на улице у тебя не будет Wi-Fi, и к тому же на тот момент, в 1914 году у всех были телефоны, и была Vita, и всякое такое, в PSP-шке нафиг не нужна была Wi-Fi, так, учитывая ее железо, ее скорость, поэтому оттуда вырезали ненужный Wi-Fi-модуль, убрали ненужный второй динамик, сделали ее гораздо более устойчивой к внешней среде тем, что она матовая, ну, на мой взгляд, они сделали все, чтобы PSP стала более живучей, более подходила под те условия, которые там были, как бы она у меня до сих пор останалась в состоянии новой, вот, сейчас она уже как коллекционный экземпляр, хотя в свое время я на ней наиграл, блин, я даже не знаю, сколько часов там, прям очень-очень много, вот, но поскольку по своей природе я бережно отношусь к вещам, поэтому она у меня до сих пор в состоянии новой, и, ну, с этим там нет никаких проблем, допустим, вот, хотя у меня в коллекции и та же самая PSP Go есть, и та же самая Vita тоже имеется, ну, то есть, слушайте, ребята, нам это не надо. Мы сейчас сделаем Highway отсюда. Зеленые у нас будут ездить вот таким образом, как на такси. Соединим их. Вот, та же самая Vita у меня, как бы, и в первом, и втором языке. Кстати, насчет Vita, я даже не знаю, какая мне нравится больше, тысячная или двухтысячная, потому что в свое время мне казался, ну, определенный плюс в том, что в двухтысячной есть micro-USB, который стандартизирован, который тебе нужен для телефона, для консоли, для всего-всего-всего-всего, потому что в первом Vita там была проприетарная вот эта вот зарядка широкая. Про карточки я уже молчу. Вот, поэтому, ну, такое, короче. Есть везде свои плюсы, свои минусы. Мне нет моста, мне придется пользоваться вот этим мостом. Ну, хорошо, пусть они тут ездят. Я не против, на самом деле. Одну секунду, ребят. Кстати, раз уж мы тут говорим про разные города, вот, кстати, в Тюрихе я ни разу не был. Возможно, стоило бы съездить. Я много слышал о том, что город очень красивый. Когда мы были в Мюнхене, вот буквально, в прошлом городе, я просто Мюнхен очень хорошо знаю, я там, как бы, много раз бывал. Мне это место очень сильно нравится, как я тогда в той серии сказал, что, типа, две столицы, которые, ну, самые, на мой взгляд, лучшие, самые, которые красивые, которые обязательно стоит посетить, это Прага и Мюнхен. Потому что в моих глазах Мюнхен, это, несомненно, хоть и не является столицей Германии, это столица Баварии, давайте так. И, несомненно, стоит ее посетить. Это прям очень классное место. Так, отрезаем вот так вот. И отрезаем, наверное, вот так вот. И делаем такие вещи. Поэтому, если вдруг соберетесь в тур по Европе, очень сильно рекомендую. Прага и Мюнхен. Вообще, в принципе, по Баварии и по Чехии покататься самое то, не пожалеете. Ну, вот, с точки зрения и исторических мест, и развлекательного контента, там прям хорошо. Прям хорошо. Поэтому, так, мне еще один рандебаут есть. Он тут не вместится. Классно. Уйди. Мост, а моста нету, да? Угу. Угу. Нам придется вот этот мост убирать все-таки. Пусть пользуется вот общедоступным мостом. А мы сделаем мост вот здесь. И дорогу придется прорубить чуть-чуть сюда. У нас там плохая пробка из красных и голубых. Голубые пытаются ездить вокруг. Это все не получается. Это все плохо. Надо, чтобы они вернулись, они не возвращаются. Прям плохо. Прям реально плохо. Мне кажется, мы сейчас проиграем. Ха-ха-ха-ха. Блин. Уберите пробки. Скажите нет пробкам. Давайте мы вот так вот сделаем. Чтобы они здесь не сосредотачивались. Блин, белые. Тоннель. Нет, надо было не тоннель. Черт, что я сделал? Зачем тоннель? Вы дурак. Ладно. Давайте мы зеленых уберем отсюда. Сделаем это для синих. Вот этот вот хайвэй. Пусть они разъезжаются. Красные пусть едут вниз. Синие пусть едут сюда. Чтобы они не мешали друг другу. А зеленые пусть едут по общей дороге куда-то. Почему белые вокруг прутся? Потому что им некуда ехать. Блин. Надо было этот перешейк сделать. Я не обратил внимания. Трондец как обидно. Сейчас из-за этого могу проиграть. Тоннель. Хорошо. Я сейчас по собственной же глупости мог проиграть. Чего, блин? Как ты там оказался вообще? Плиточки закончились. Супер. Супер. Так. 300 человек в Тюрихе. По-моему, это как раз то, что нам нужно было. Хорошо. 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 Тоннель. Мне нужно... Мне нужно чуть-чуть. Или нужно субботу? Ну. 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 Нужны ли хайвэи, или плиточки? Давайте. Воскресенье. Скорее. Кстати. Не, я возьму клитки. Мне предложили и хайвэи, и рот Тайлз, но... Пока что сделаем вот так. Так. А круги... Все. Давайте по кругу будете ехать. Потому что там уже большие заторы. Там уже большой трафик. Ну его нафиг. Этот большой трафик. Йоу. Я в моем рэпчике. Желтый. Так. Ну. Эти вроде пользуются... Хайвэем. Хоть и коротеньким. Но он нам решает эту проблему. А... Астана у меня нету, да? Да. Ну конечно же. Зачем? Ну зачем? Мост. Ну вы что? Кто вам это сказал? Какой мост? Головых тач к нам жестко не хватает. У нас вот этот торговый центр посередине. Он сейчас начнет лопаться. Это все некрасиво. Белый тоже начнет лопаться. Это все некрасиво. Заторов у нас нету. Но никто никуда не успевает. Желтый начинает поджимать. У меня одной плиточки не хватило. Ну офигенно просто. Зашибезно. Мост, пожалуйста. Сюда, чтобы вы не шли через общий этот. Еще берите эту дорогу. Чтоб сюда ехали чисто вот так вот. Ну что ж. Что ж, что ж, что ж. Что ж, что ж. Вроде пока работает. Как там? Главное правило инженерии. Работает, не трожь. О, хорошо. Наладили хороший доступ к этому. Они начали ездить. Тоннели у нас еще одного нету. Хорошо, я понял. Сюда, но на самом деле мы уже перевалили через нужную нам цифру. Ну, с желтыми там проблемы немножечко намечаются. Не немножечко, а намечаются. Так, едут, едут, едут заторы. Заторы плохо. Ну, там заторы такие, минимальные. То есть они, в принципе, смогут их разрулить, если что. С зелеными проблемы сверху. С желтыми проблемы сбоку. Ну, все замечательно. Так, мост. Да, и 20 плиточек, да. Так, зеленые у нас, желтые. Давайте мы вот такую еще штуку создадим. Посмотрим, будут ли ее пользоваться. Смотрите, с синими заторы. Они там выехать не могут. В туннеле у нас большой затор. Смотрите, тоже просто трындец какой-то. Синий только что заапгрейдился. Тоже хорошо. Нет, 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 нет. Нет, мы это продуваем. Мы это продуваем вообще без вариков, к сожалению. Ну, как, в принципе, и любую катку. Но вопрос же, когда. Здесь мы до штуки не дотянем. Вот. Но оно же не может быть всегда хорошо. Оно же не может быть такое, что я две катки сделал на тысячу. И третья тоже будет. Ну, те две катки, которые на тысячу, к сожалению, не попали в кадр. А, не попали в кадр. Они были записаны. Но, к сожалению, запись была уничтожена. Напомню. Как древний артефакт. Да, но, короче, да, вот такие проблемы. Вот этот зеленый сверху сейчас лопнет. Мы ничего не сделаем. С другой стороны, мы вроде как прошли Тюрих. 747. Боингом 747 пролетели над этим городом. Поехали обратно в менюшку. У нас Манила открылась. 400 человек в Маниле. Это будет на следующий раз. Я же говорю, что, к сожалению, сейчас мы тогда с вами запишем только Тюрих, только один город. Серия будет немножечко покороче. Но из-за печальных обстоятельств. Поэтому, думаю, пока что все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok